Дорогие братья и сёстры, хочу в это ненавкое для всей страны и для каждого из нас время обратиться к вам, для того, чтобы ободрить вас Словом Божьим и напомнить, что мы на самом деле дети Великого Царя, мы слуги Великого Всемогущего Бога. И Писание говорит нам, что если мы будем с вами идти по стопам Бога, и мы это читали неоднократно с вами в 90-м псалме уже на протяжении нескольких наших встреч, то если мы будем идти по стопам Бога, если мы провозгласим Бога нашим убежищем, если мы будем следовать Его заповедям, то ничего плохого нам не приключится. Сегодня я хочу с вами поговорить о 80-м псалме с 5-го стиха, не прочту то, что здесь написано. Ибо это закон для Израиля, устав Бога Яковлева, имеется в виду провозглашение новомесячей, чего-то нового в жизни, начало нового периода. Он установил это во свидетельство для Иосифа, когда он вышел из земли египетской, где услышал звуки языка, которого не знал. Я снял с рамен его тяжести, и руки его освободились от корзин. Далее Господь говорит, в бедствии ты призвал меня, и я избавил тебя из следы грома, я услышал тебя при водах миривы и испытал тебя. Слушай, народ мой, и я буду свидетельствовать тебе, Израиль. О, если бы ты послушал меня! Да не будет у тебя иного Бога, и не поклоняйся Богу чужеземному. Я Господь Бог твой, извечу тебя из земли египетской, открой уста твоей, и я напомню их. Когда здесь речь идет о поклонении другим богам, Бог — это то, что мы ставим на первое место в нашем сердце. Это могут быть деньги, это может быть здоровье, это может быть работа, это могут быть дети, это все, что угодно. Все, что мы поставим на первое место в нашей жизни, то и станет нашим Богом, то и будет править нашей жизнью. Я не говорю, что не нужно заботиться о детях, я не говорю, что не нужно заботиться о работе, я говорю, что нужно поклоняться одному единственному Богу, который говорит следующее, «Открой уста свои, и я наполню их». Это очень важный момент, что когда мы, вот знаете, как ребенок, когда ему хочет кушать, и он еще пока не умеет держать ложку самостоятельно и есть самостоятельно, мы его кормим с ложкой. Для того, чтобы он это, так сказать, эту пищу принял, ему нужно открыть рот. И мы говорим, «Открывай ротик и даем ему эту ложку». То же самое Господь говорит, «Открой уста свои, и я наполню их». Он говорит, что он Бог, и он не признает никаких других богов, которым мы поклонялись. А что такое поклонение других богам? Когда мы настолько не замечаем всех этих проблем, с которыми мы сталкиваемся, того, что у нас есть великий совершенный Отец, который способен насытить нас, который способен решить все наши проблемы, если мы будем опираться на него, то тогда мы есть те самые поклонники чужеземному Богу. И Бог призывает нас этого не делать. И Он говорит нам, что Он избавит нас. Написано, «Снял с рамень его тяжести, и руки его освободились от корзин». То есть вот эта вся суета, которую мы несем на себе, всю эту нагрузку ежемесячную, ежедневную, еженедельную, ежегодную, Бог способен снять с нас. Для этого нужно просто обратиться к Нему, послушать Его голос. И это как раз то самое время, когда мы сегодня с вами меньше выходим из дома, меньше принимаем участие в каких-то веселительных мероприятиях. Это то самое время, когда мы можем обратить свои взоры к Богу, больше слушать Его, больше общаться с Ним. И тогда все наше нутро будет наполнено. Написано, что Он наполнит Его нам, для того, чтобы мы действительно узнали, что Он есть Бог. И это ободрение вам на сегодняшний день. И мы увидимся с вами в Нем. Благословляю вас во имя Иисуса Христа. Аминь.